Приветствую вас! Мне бы хотелось начать с того, что вы, являясь взрослым человеком, являясь неглупым человеком по вашему же высказыванию, наверное, понимаете, что свою жену вам не переделать. Ну вот, ее так воспитала мама. Мама ее так воспитала, что привела какую-то такую вот обязательность, да, по руку к себе. И, и, со своей стороны нам и вам понятно, что она это делает для того, чтобы, ну, получать из этого выгоду. Вся проблема заключается в том, что это знаем мы с вами, то есть, например, это знаете вы, это знаем мы, то есть эксперты, которые на ресурсе здесь. Но, этого не знает ваша жена. Точнее, она, конечно же, знает. Она знает то, что где-то в глубине души она понимает, что она делает какие-то вещи неправильно. Только вот ее это совершенно не останавливает. И поймите правильно, то, что ваша жена, она так же, как и вы, в принципе, она взрослый человек. И переубедить ее, вот в том, что она делает какие-то вещи неверно, у вас не очень получится. Хотя бы потому, что для нее это будет означать достаточно серьезное изменение в жизни, в приоритетах, в целях, в идеалах. Такой человек, далеко не каждый человек, на такой, к сожалению, пойдет. И, конечно, очень больно всегда, очень ужасно, когда вот так подчиняют своих детей. Ужасно, когда не дают им нормального житья, ужасно, когда, там, знаете, вот, ну, наверное, понимаете, да, что она свою дочь там полностью подчинила и так далее. Это все безусловно ужасно. Но вы изменить ничего не можете, к сожалению, здесь. И то, что вам действительно по силу, это подумать. Вот просто подумать, на что вы имеете совершенно беспрепятственное, неоспоримое право. Но, наверное, совершенно беспрепятственное и неоспоримое право вы имеете на ребенка, на своего ребенка. И здесь нужно понимать, что жена вас и этого попытается лишить, потому что так ее, как бы, спровоцировала мама. Но вам в этой ситуации другого выбора не остается. То есть, по сути, либо вы подчиняетесь своей жене и тому, как она видит ситуацию, связанную с вашей семьей. Либо вы идете своим путем, на нее не обращаете никакого внимания. Потому что даже если вы сделаете так, чтобы жена была довольна, все равно уровень претензий по отношению к вам будет постоянно расти, расти и расти. К большому сожалению, это так. И поэтому говорить о том, что можно обостроить нормальные отношения, говорить о том, что здесь можно как-то исправить что-то с вашей стороны нельзя. Кому действительно не повезло, это ребенку. Вот ребенку действительно в этой ситуации не повезло. Я думаю, что он окажется грани в этой ситуации, потому что его будут считать, его будут воспитывать, исключительно в условиях, когда мужчина полностью подчинен женщине. Любое подчинение не есть хорошо, поэтому я думаю, что вот ребенку вашему не повезло. А в остальном, ничего здесь поделать нельзя. Понимаете, вот можно что-то сделать, если человек как-то хочет чего-то, если человек как-то стремится к чему-то. Если бы она, например, ваша жена, знаете как, если бы ваша жена, например, сама осознавала бы неправильность того, что она делает, тогда бы что-то сделать можно было. А так, когда жена полностью считает, что она права и полностью подчиняется своей маме, причем добровольно подчиняется своей маме, то в этой ситуации у вас ведь никаких шансов нету на бой, чтобы как-то поменять ее отношение к этой ситуации. Ей так удобно, она так привыкла, и она не выйдет из нее, потому что для нее это слишком трудозатратно. Единственное, что можно вам в данной ситуации порекомендовать, вот по моему мнению, как мне видится эта ситуация, единственное, что можно вам порекомендовать, это только попытаться с ней, знаете, даже не поговорить, а попытаться с ней побыть наедине, то есть, вы знаете как, ну, там, быть максимально романтичным, скажем так, быть максимально романтичным, и просто-напросто выход с ней на пару дней и поговорить о том, как вообще будет происходить дальнейшая жизнь. То есть, вам по сути нужно будет у нее спросить, вот дорогая, смотри, вот твоя мама, она объективно очень сильно на тебя влияет, это потому, что ты говоришь ей о том, что готова возвращать все долги, то есть, ты готова для нее делать все. Даже при этом жертвуя, вот, какими-то своими интересами, то это значит, что ты жертвуешь и нашими интересами тоже. То есть, например, моими. Вот вы, как бы, говорите, да, это в своей семье. И тут нужно сделать акцент на том, что вы не очень понимаете, а зачем вам и ради чего вам терпеть усимление своих интересов. Ну, если бы ваша супруга активно защищала бы вашу семью, ваши интересы, тогда бы, конечно, можно было бы и вам потерпеть. Но проблема в том, что вас вообще ни во что не ставят. И к вашему мнению никто не прислушивается. И это еще один вопрос, который вам нужно свои супруги задать. Почему к вашему мнению никто не прислушивается. И посмотреть на самом деле на то, что она вам скажет. Посмотреть на то, как она отреагирует на ваш вопрос. Если она отреагирует в целом положительно, или хотя бы вы увидите такую некоторую динамику в том, что, ну, вот этот разговор, он ведь, наверное, сам по себе для вас не очень привычный. И если вы увидите, что она отреагировала как-то положительно, вот тогда можно, наверное, будет на что-то рассчитывать, можно на что-то надеяться, можно как-то пытаться что-то сделать. Если вот хоть какие-то проблески в понимании с ее стороны будут. То есть скажите откровенно, что, ну, как откровенно, но, так знаете, вот, как вот вы в своем последнем абзаце написали о том, что у вас сердце разрывается в начальстве, когда вся эта ситуация вами осознается. Вот с такой же примерной интонацией попробуйте сказать и своей жене об этом же, чтобы она почувствовала, что вы действительно переживаете за, ну, например, за, там, будущее ваше. Что вы действительно переживаете за то, там, как и что будет с вами в дальнейшем. И так далее. Если у вас получится донести до нее вот эти мысли, если вы сможете это сделать, то шанс... Шанс на то, чтобы... Шанс на то, чтобы, я бы сказал, возродить отношения. Ну, есть. Ну, есть. Есть шанс. Есть шанс. Если же ничего такого у вас сделать не получится, то шанса нет. Если люди не готовы идти на компромисс, а такое бывает, такое возможно, есть такие люди, которые не идут на компромисс никогда, то вам в этой ситуации нечего делать, кроме как вот только выбирать. Либо вы остаетесь при своем мнении и защищаете свои интересы, либо вы расстаетесь со своей женой и каждый идет из вас своим путем. Знаете, в этой ситуации ваша жена, скорее всего, не уступит. Если уступки наткнутся, она будет это делать очень постепенно. Вам в этой ситуации уступить легче, потому что вы защищаете свою семью, вы озабудитесь о ее сохранности, и это, безусловно, говорит о вас как об ответственном мужчине, но все-таки вам решат. То есть это вопрос вашего выбора. Если мы скажем вам, вот знаете, Александр, вы, например, обязательно бросаете ее или обязательно с ней будьте, ну, это получится, что мы уже берем ответственность за вас, что не является правильным, не является верным в данной ситуации. И отсюда можно констатировать, что это нарушение профессиональной этики. Вот какие-то моменты я вам раскрыл, а выбор, выбор в итоге принимать все равно вам. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, я прочитайте себе личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok